Научный популяризатор Павел Хаслурин, как всегда, у нас в этой рубрике. Здрасте! Привет! Здрасте! Невозможно подумать, что то, что я сейчас прочитаю, все-таки Павел расшифрует, это будет элементарно. Потому что то, как это в первозданном виде в электронном ресурсе наука в Сибири написано, это просто вообще не элементарно. Ни секунды. Давайте сразу с места в карьер. Не все вещества можно и нужно видеть невооруженным глазом, но иногда это просто необходимо. Например, диабетики проверяют уровень глюкозы, врачи обнаруживают в выдыхаемом воздухе аммиак, указывающий на заболевание, а исследователи – состояние окружающей среды, вредные газы или пестициды. Вот, как все. А экстрасенсы мертвых ведет. Это не научно, не элементарно это. Ну-ка, изведи, чур тебя. Созданием точных сенсоров для обнаружения различных веществ занимаются ученые Института неорганической химии имени Николаева Соран. И совместно с зарубежными коллегами, между прочим, да. Да. Привлекли друзей из-за бугорных. Да. Так вот, Павел, как именно нам удалось создать какие-то сенсоры, как они работают? Да, значит... Где применяются? Да, рассказываю. Здесь вот конкретно это исследование, опубликованное в одном из периодических изданий иностранных, проводилось совместно с институтом, с университетом Шеффилда и с турецкими коллегами. Вот. И... Это настолько важный вопрос, что это интернациональная проблема. Это важный вопрос, потому что речь конкретно идет о диагностике уровня глюкозы по выдыхаемому воздуху. Это так важно, что нельзя анализ взять? Не, ну... Зачем по воздуху? Ну, допустим, диабетики, которые вынуждены, с диабетом, допустим, первого типа, да и второго типа тоже, которые вынуждены в течение всей жизни, соответственно, контролировать уровень глюкозы в результате того, что у них нарушен метаболизм глюкозы в связи с тем, что нарушается инсулиновая резистентность. Значит, они вынуждены каждый день по нескольку раз брать пробу глюкозы. Ну вот, представьте, что каждый день вам нужно... Колодцы. Да, делать, соответственно, пробу. Нужно упрощать этот способ, потому что, чтобы он был как можно менее травматичным, логичным. Теперь понятно, да, все, понятно. Элементарно стало стало. Да, да. Соответственно, что делают в Институте неорганической химии? Они разрабатывают биопленки на основе кремния, на основе оксида кремния, которые могут абсорбировать на себе мельчайшие молекулы, и эти молекулы можно будет определять, соответственно, их содержание даже в выдыхаемом воздухе. А то есть воздух все-таки проще, да, чем вот так, чем тфу? Да нет, ну здесь не о тфу идет речь, здесь идет либо в кровь, либо в выдыхаемом воздухе. Нет, я понимаю, что чем кровь, это проще. Но почему не слюна, например? Так слюна-то это биологическая жидкость, которая производится конкретными железами внешней секреции, а выдыхаемый воздух мы получаем из легких. Короче, не получится со слюной. Да, со слюной так не получится. Так что вот, это очень важное исследование, и оно позволяет действительно, то есть когда речь дойдет о внедрении в широкую практику, это очень дешевый и, самое главное, очень простой метод для контроля. Ну и, как всегда, логичный вопрос, через сколько диабетик? Это мы не знаем, это все зависит от того, вот елки-палки, ну можно хоть сейчас внедрять, ну просто речь же идет о достоверности о клинических испытаниях. О тестировании на крысках? Нет, на крысках уже давно протестировали, здесь речь идет именно о человеке. Ну только что, никакого вреда для человека не составит дыхнуть на какую-то там... Нет, здесь дело не в этом, здесь дело в том, чтобы метод должен быть точно апробирован, что он точно работает, и допустим, вот сейчас речь идет о 96-процентной достоверности этого метода. Вот если она подтвердится, то все окей будет. А кроме диабетиков, это еще кому поможет? Ну это вообще всем людям, потому что определять уровень глюкозы всем нужно определять. Только с глюкозой это сработано? Нет, на данный момент просто разработано конкретно про глюкозу. Мы можем и другие, также они вот разрабатывают, в институте неорганической химии, они разрабатывают и другие биопленки, которые могут другие компоненты также выявлять. Вот, так что это универсальный метод. Это просто начало какое-то, да? Потом, возможно, все болезни будем вот так вот и определять. И бахнуть в трубочку какую-то, да? Возможно. Извините, у вас там это... Извините, но у вас там это... Гриб. Уходите. Прервемся на рекламу, потом вернемся. Павел Хаснули, у нас в студии, мы продолжаем. На правах нашего уже соведущего, мне кажется, каждую пятницу он здесь как штык, он хочет внести свой вклад в нашу рубрику «День дня». День дня, да. Все, что связано в истории с 20 июля, вот Павел сейчас расскажет. А у нас называется... След в истории. След в истории, вот, след в истории. Сегодня первое, что мы отмечаем, это очередную годовщину, 2374 года со дня рождения Александра Великого. Он же Александр Филиппович Македонский. Да, это вот он. Это вот он сам. А вот Македонский, это, получается, было прозвище, а вот его настоящая фамилия была... А вот это Аргиат. Да, Аргиат он стал позже, когда уже... Ну, то есть, в смысле, это он... Фамилию жены взял? Нет, вот утвердил свою, когда династию. У них же фамилии не было как такового. Аргиат он придумал? А чем у него Македонский не подряд? Македонский, это потому что он родился в Македонии. Это греческая провинция, которая на тот момент называлась Македония. Они, соответственно... Привет, Едурий. Я слышал, что его-то отец, на самом деле, был еще более великим воином. Да, Филипп III был отличным. Просто македонские как-то так раскрутили его. Нет, ну, уж нельзя умалять его достижений как стратега, как, собственно, как... Войны, завоеватели. Да, 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 да. Он... Ну, во-первых, нужно напомнить, мы все-таки, у нас программа о науке. Александр, точнее, папа Филипп, ни много ни мало, дал в учителя Александру гражданина Аристотеля. Вот так. То есть, в Македонский ученик. Который основа основ нашего всего западного, будем так говорить. И с помощью Аристотеля Александр Филиппович какой-то след оставил. В том числе, вы говорили, он вложился очень в развитие в цивилизацию. Да, в целом. Ну, в целом, ну, то есть, если говорить о том, что он освоил из, то есть, из Македонии, из одной северной греческой провинции, он прошел через всю восточную, ну, будем так говорить, восточную часть Южной Европы, прошел через территорию нынешней Турции, ушел до Каспийского моря, освоил Бактрию, это регион, ну, то есть, там, Узбекистан, Таджикистан и так далее. И дошел вплоть до истоков Инда, и, соответственно, спустился до Индийского океана, и вся эта территория была на тот момент Персия, то есть, Западная Индия, и вплоть до Египта, это все была империя Александра, которую он контролировал полностью. То есть, соответственно... Если бы не воевал, можно было назвать его великим путешественником? Можно было и так назвать, но самое главное, он еще, он основывал города, они все назывались Александреями, их там было больше десятка штук на всей этой территории, и его последователи Диатохи, они продолжали его, соответственно, дела, строились, опять же, научные заведения, библиотеки и так далее. Все это было, в общем, великий человек действительно. Ура! Александру! Переходим еще к одному следу в истории, и будем дальше идти. Да, давайте. Второе у нас, значит, след в истории, опять же, в тот же самый день, конкретно... Тоже две тысячи с лишним лет назад? Две тысячи триста семьдесят четыре года назад, был поджог Александрийской библиотеки. Первый поджог и первое, соответственно, уничтожение, фу, Александрийской библиотеки. Прошу прощения. Храм Артемиды. Храм Артемиды, который находился в Эфесе. Вот. И поджег его гражданин Герострата. Да. И в связи с этим появилось выражение. Слава Герострата. То есть, когда человек достигает... Прославляется плохими делами. То есть, у человека задача прославиться, войти в историю, неважно с каким качеством. Вот. Ну, соответственно, да, он поджег, действительно, храм сгорел. Он правда сделал это только ради славы своего? Да, он сделал для того, чтобы прославиться. И по легенде, кстати, храм сгорел, потому что в тот день Артемида, значит, была увлечена рождением Александра, и поэтому профукала. Ну и ладно, слушайте, какого великого человека родили? Ну, хорошо. Ладно уж. Давайте дальше перейдем к научным новостям. В реальность возвращаемся, да? Есть у нас еще такая штука. Представители Саран считают, что активная разработка месторождения угля в Искитимском районе может привести к разрушительным землетрясениям в ближайшие годы. Вот это ужаренным запахло, друзья. Да. Читаю еще начало. В начале июля, в 6,5 километрах от села Елбаши, Искитимского района, сотрудниками Алтая-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН было зафиксировано землетрясение с интенсивностью сотрясений 4,6 баллов. Но это же вроде не настолько критично. Насколько все это серьезно? Уже на территории области есть действительно опасность и возникновение землетрясений. То есть фактически на равнине, ну там предгорье вот у нас есть в Искитимском районе, соответственно, прямо у нас будут происходить землетрясения. И эти землетрясения техногенные, что самое главное, они возникают в результате того, что угольные разрезы, которые активно осваиваются, они приводят к обрушениям, к смещениям пластов и соответственно... Село Елбаши большой опасности? Ну, это вообще вся, весь регион фактически находится в опасности, потому что... Я помню с детства, что все говорили, что вообще всех, если затопит, Новосибирск и Сибирь выживет, потому что мы находимся на каком-то суперклассном плато, который все... Нет, мы находимся на равнине, и нас может и затопить, и трясти нас тоже хорошо может. Это вот из-за техногенных... В данном случае, да, речь идет о техногенных... Как-то можем, могут это предоставить? Да, я и... Ну, то есть нужно призывать к тому, чтобы граждане проявляли больше активности в отношении окружающей среды и, соответственно, защищать природоохранными действиями, и наблюдать больше, и, соответственно, геофизиков привлекать для того, чтобы они могли контролировать этот процесс. Слушай, я никак не пойму, как я как гражданин могу привлечь геофизика какого-нибудь. Нет, геофизиков не надо привлекать, нужно привлекать внимание общественности к этому. Вот. Хорошо. Вот. Давайте напомним, что сегодня... Очень коротко, да. Да, 11-го числа... 20-го числа. 20-го числа Аполлон-11 произвел посадку на Луну. Как они думают? Да, она была или нет? Скажите, как научный популятор. 49 лет назад. Было или не было? Было, конечно. Нет никаких вопросов в науке по этому поводу. Как это нет? Почему многие думают, что есть тогда? В науке нет. Вот так вот. Все данные открыты. Вы на сайт НАСА заходите, все записи, все разговоры, мало того, у наших наблюдателей, у наших астрономов находятся тоже так же, у любителей, у радиолюбителей. Все эти записи находятся в эфире, которые были записаны, конечно. Мы следили, да. Все, все есть. Стэнли Кубрик врет, да? Стэнли Кубрик, все, с Стэнли Кубриком все нормально. И он ничего не снимал против этого. Ладно. Еще сегодня Международный день шахмат. Международный день шахмат. Мы уже в начале программы, Саш, всех поздравили. К сожалению, уже подробнее не успеем. Не шахматист, но научный популяризатор. Павел Хостулин был у нас в гостях. Спасибо большое. Спасибо.